Что эти выпускницы вообще позволяют? Только посмотрите. В парке бухают. Куда их родители вообще смотрят? Наконец-то все это закончилось. Ты че надо? Всем привет! Настало время годного контента на ютубе. А впрочем, ничего нового. И сегодня, это, кстати, детская шамбанская, если что, я покажу вам, как не надо краситься и как не надо одеваться на выпускной. Дело в том, что мое сегодняшнее видео, оно, так сказать, было создано под воздействием образа выпускниц прошлых лет. И я подумала и решила, что лучше я сниму видео, как я считаю, краситься не надо. Но я бы так накрасилась, поэтому имею полное право об этом говорить. Если вы ничего не поняли, это нормально, я тоже ничего не поняла, потому что, знаете ли, сегодня праздник у девчат. Ладно, не буду долго томить вас вступлением. Давайте я покажу вам, как я сделала вот этот вот очаровательный макияж, вот этот вот очаровательный образ подобрала. А еще у меня очень классная сумочка с собой сегодня. И не знаю, что еще сказать. Меня Лиса зовут, и мне 16 лет. Сегодня я выпускник. Изначально выпускная должна была пойти, как тоже та еще самая топовая школьница. Но сейчас, глядя на все эти фотографии, понимая, что я тоже попала бы точно совершенно в подборку, я решила продемонстрировать вам, собственно, образ, в котором бы я пошла и в котором идти я никому не советую. Платье, потом вот такие вот каблучки туфли на высоком. Ну, чулки, конечно же, нужно. Не с голыми ногами-то идти, ну, голые ноги, платье, зачем, если есть чулки. И вот у меня еще такая сумка есть. У нее просто очень интересная форма, вот я ее тоже надену сейчас. Для вашего понимания, вот эти вот ботинки, которые у меня сейчас в руке, они 35-го размера. 35-го размера не потому, что когда я их покупала для выпускного, да, это была моя выпускная обувь. Соответственно, я еще носила 35-го размера, сейчас он уже у меня 36-й. И да, я думаю, уже по этим ботинкам, в принципе, готова понять, каков был мой образ. К сожалению, платье, которое я должна была надеть, у меня не сохранилось, но оно было еще хуже, чем это, потому что у него был огромный вырез до пупка, от груди до пупка, да, очень интересно все это выглядело. Вот эти вот ботинки и, конечно же, чулки, поэтому сегодня я хочу сделать косплей на саму себя, как бы я плюс-минус накрасилась. Интересно, вообще, влезу в эти туфли 35-го размера, нога все-таки, знаете ли, выросла. А, не, нормально. Поджимает, конечно, но ничего, жить можно. Вот эта вот очаровательная сумочка тоже пойдет со мной. Мой макияж вкусному я буду начинать с тонального крема. Тональный крем я должна наносить максимально плотным слоем, чтобы, знаете, было достаточно плотно, и чтобы было видно, и чтобы на фотках у меня такая кожа прям идеальная была. Я не уверена, что я хочу вести это видео в таком формате, а то не поймут же, да. Вы меня и так не понимаете, а, значит, нечего терять. Чтобы, ну, моя кожа была прям такой хорошей и элегантной, я сначала тональный крем наношу на руку, потом с руки наношу его на кисть, а потом, как вы понимаете, по логической цепочке, как говорится, наношу его на лицо, но так не говорится. Плотным слоем шпакуливаем лицо, растушевываем. Совершенно очевидно, что одного слоя недостаточно, поэтому нужно еще. Глаза, конечно же, тоже не знают забывать, потому что, знаете ли, в бьюти-блогах говорят, что тон хорошо служит в качестве вазы, вот заодно и проверим, насколько эти бьюти-блоги не врут. А, не врут! Прям яйцом себе в глаз ссую. Теперь, когда на лице много тона, нужно добавить контурирование, чтобы у нас были, во-первых, классные такие лютые скулы, то подбородочек был красивый. Ой, так и скул чудесный, прям так можно и оставить, на самом деле. Конечно же, нос. Это все так бьюти-блогеры говорят, это, конечно, обычно в повседневной жизни не крашусь, конечно же, но вот все показываю, как вижу на этих самых ваших ютубах и инстаграмах. Но этого, конечно же, недостаточно для моего повседневного выпускного макияжа. Я должна еще воспользоваться консилером. Мои ужасные 16-летние синяки под глазами скрываются только под тоннами маскировки, поэтому сюда, сюда, и слоем желательно погуще, потому что если не погуще, то непонятно. А еще говорят, чтобы сузить нос, нужно вот здесь вот делать такие полоски, и тем самым цвета тени или какой-то такой рисунок получается, что делает нос уже. А здесь он делается тоже уже. Я не знаю, я не разбираюсь. Я просто смотрю, я делаю, как мне показывают. Так, вроде как они и что-то рисуют эти полоски, но это я не уверена. Ну, такой, да. А теперь растушевка всего этого добра. Ох, какая у меня скула, смотрите, естественная, такая всегда была. Ой, прям, конечно, да, хорошо стало. Скулы такие сразу подчеркнутые, вот вообще просто лицо на миллион лет нет. После того, как макияж будет готов, обязательно проверь свои сумочки, чтобы ты ничего не забыла. Но и с тяжелой сумкой тоже ходить, конечно же, не надо. И самое главное, знаете что, проверьте, не забыли ли вы, во-первых, матирующие салфетки, а во-вторых, дезодорант. Угу. Конечно, многие из вас все это уже знают, но для аудитории помоложе обязательно, к ознакомлению. Сейчас наступило лето, и лето это хорошо и прекрасно. Ну и, разумеется, вместе с тем это очень жарко. Поэтому очень важно использовать дезодорант, чтобы не было неприятного запаха и следов от пота. Обязательно проверьте, не забыли ли вы, чего положить в свою сумочку, прежде чем отправляться из дома. А дальше будут дальнейшие действия, и дальнейшими действиями дальше я буду фиксировать макияж пудрой. И так я тоже слышала, что делают бьюти-блогерки, поэтому и я, как настоящая начинающая бьюти-блогерка, тоже так сделаю. Видела, что они стучат, никто не объясняет зачем, но и я постучу. Ой, нет, знаете, этот звук напоминает мне школьный стук в дверь, фу. На самом деле много чего напоминает мне школьный стук в дверь, например, стук в дверь. Фиксирую мой макияж пудрой, глаза тоже фиксирую, вот здесь вот всему, побольше пудры. Поняла, что забыла к моему вкусному образу добавить сережки в форме сердечек. Говорят о том, что я наивная и жажду любви. Оформлять глаза я начну с бровей. Я пока еще не знаю, какую форму я буду делать, прямую или с изгибом. Но думаю, что все-таки с изгибом, чтобы более такой, знаете, типа аля дерзкой. Как видите, я сделала себе такую утонченную форму. Теперь у меня достаточно агрессивные брови. Зато все будут знать, что я первый человек на районе, и весь пятый А ходит подо мной. А это, знаете ли, показатель статуса определенного. Осталось нарисовать вторую бровь, и сейчас, так как я уже натренирована на всевозможных видясиках бьюти-блогерок и прочих людей из Инстаграма, вообще непонятных совершенно, у меня не будет никакой проблем в том, чтобы нарисовать четко симметричную бровь. Знаете, как меня звали на урок геометрии? Лискосимметричка. Ну что ж, вот мои брови. Мне нравятся мои брови, они выглядят классно. Для того, чтобы делать макияж век, я буду пользоваться вот такой палеткой. Мне нравится то, что здесь есть черный цвет, который будет для меня, конечно же, самым главным. Здесь есть серый цвет, который тоже будет главным. И еще я возьму какую-нибудь палетку, где есть, знаете, хайлайтер, чтобы, ну, больше блесток было, потому что, когда много блесток, это хорошо. Но сначала я хочу нанести бейкинг, потому что я видела, что когда наносишь бейкинг, если ты потом не очень хорошо накрасила тени глазами, тени глазами, глаза тенями, то ты потом смахиваешься то, что у тебя вот здесь вот, и все у тебя хорошо становится. Пока бейкинг запекается, глаза. Здесь у меня серые тени, я серые тени прямо сейчас беру на кисточку, стряхиваю, потому что, видите, блогеры так делают, и наношу себе вот сюда вот. Не уверена, что я буду наносить правильно, поэтому я просто буду наносить вот такими вот движениями, которыми я видела, что люди наносят себе макияж в Инстаграме. Я хочу сделать макияж а-ля, как у Дженни из Blackpink, из их нового клипа, но я буду использовать не те тени, которые там у Дженни, а серые, потому что они более драматичные, и все-таки у нас выпускной, поэтому нужно больше драматики. Теперь я возьму сиреневые светлые тени и растушую границу серых при помощи сиреневых. Конечно же, я думаю, как вы понимаете, это же видео все-таки троллинговое, так, на всякий случай, напоминаю, если вдруг начало пропустили. И здесь я показываю, на самом деле, как краситься это, в общем-то, и не надо. Почему так краситься не надо? В таком макияже никакой проблемы само по себе нету, он как бы может быть даже классный, и кому-то понравится, я больше уверена, что кому-то из вас он понравится. Кстати, кому нравится этот макияж, напишите об этом в комментарии. Но с подобным макияжем есть риск того, что все скатается, размажется, и будет выглядеть просто отвратительно. А потом, когда ты будешь смотреть свои фоточки с этим лютым макияжем, который весь, скорее всего, превратится в грязное пятно, ты такая, скорее всего, в восторге не останешься. Поэтому я бы советовала делать как можно безопаснее, а не рисовать себе Клеопатру с элементами Харли Квинн. Румяна я добавляю на яблочки щек, четко по кругу и немножко увожу их туда. Румяна готова, и теперь, конечно же, самое важное, без чего просто не может состояться выпускной, это... Спокойно. Хой лайт. Подбровь, но, как я однажды уже сказала, оно не монобровь, это важно. Везде пусть сияет, и здесь пусть сияет, ох, как красиво сразу будет. И, конечно же, нужно сделать губы. Губы нужно сделать большими и красивыми, потому что без больших красивых губ какой вообще выпускной? Стойкие только должны быть губы, а то, знаете ли, мало ли к чему присосешься так ненароком. Кусики есть, чудесно, но, знаете ли, это не гарантирует пропускной, сами знаете куда, сами знаете зачем, сами знаете не знаете, потому что я тоже. Ох, какая выпускница, чтобы быть красивая. И немножко, конечно же, блеска. Ну что ж, какой-то такой получился у меня выпускной макияж, конечно же, он подчеркнул все достатки и достоинства моего юного возраста. А я пойду возьму мою бутылку и пойду сидеть в кустах, потому что это то, чем я должна сегодня заняться. Ну что, насколько топовых школьниц? Я выгляжу по шкале топовых школьниц. Я посводил тебя в школу. Какую школу ты меня посводил? Для умственно отсталых. Всем спасибо за просмотр и всем пока.